В учебном театре ГИТИС прошла межвузовская научно-практическая конференция по проблемам воспитания актёра на тему переход к авторскому тексту. Сегодня в биологической науке определилось два геометрально противоположных направления. Два. Первое направление – прогрессивное, материалистическое, митюринское направление. И нет сомнений в том, что развитие этого направления умножат плоды и успехи по знанию правления живой природы. Участвовали все театральные школы, которым было что сказать по этому вопросу. Крылов и Соколок. Ничего. Это поноски. Ничего. Это все уроды. Нет, ты послушай. Давай выйдем сначала. У нас есть академик-апарин, который очень важный эксперимент делает Паша. Он сейчас реки вспят, поворачивает. Потом у нас есть одна баба. Лепешинская. Она очень тоже важную сейчас работу проводит. Она хочет победить человеческую старость, а потом у нее более серьезные планы смерти. Она доклады читает, и эти люди сидят ее слушают. Седые, которые себя умными почему-то считают. За бессмертие, Реша, за бессмертие. Бог с ним без смерти. У нас еще есть академик Иванов, который скрэшивает обезьяну с человеком. Ему государство баснословные суммы на это выделяет. Мы что-то в Африке эксперименты проводим. А с чего согласия эти не согласны? Обезьяны. Девочка с обручем как метод решения всех проблем предложила мастерская жена Вача. В ГИК также не посчитал возможным остаться ни при чем и выставил тяжелую артиллерию с курса Грамматикова. И точечный пилотирующий удар метод глубокого актерского переживания от Николая Захарова.